Кошат, подожди! Подожди! Я же тебя знаю, помню! Мы с тобой Мы с тобой уже встречались Красава! Ах, какой красавчик! Ой-ой-ой, Кошат! Кошат, посмотри на меня! Какой ты красавчик! Какой ты Прямо рысь! Ой, какой красивый Кошат! Слушайте, он так далеко зашел От своего дома Я удивляюсь Вы посмотрите, какой он красивый Кошатик! Мои-сипусечка! Я уже даже его побаиваюсь Ой, какой он классный! Ха-ха-ха! Ой, какой он классный! Порывай от меня гостей На Рождество И ошейник у него Какой-то серьезный А вообще, вы знаете Он далеко ушел от дома Еще раз повторяю Что же это такое? Вот это да! Ты на меня смотри Какой же ты, Сор, таки красивый! Какой же ты чудесный! Ты будешь ходить тут взад-вперед? Да? По желточкам Ах, красавчик! Слушайте, он прям на лесу похож Привет-привет, друзья! Мое очередное видео для вас С побережья Атлантического океана Сегодня я хочу погулять с вами Во многих местах Мы даже с вами немножко покатаемся Ну, потому что я давно уже Не выходила с вами на связь И я знаю, что многие даже меня потеряли Друзья, не волнуйтесь У меня все в порядке Просто очень плохая погода на улице Несмотря на то, что тепло Средина декабря и плюс 15 Но дождь, 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 дождь И вот даже здесь, на этом видео Вы видите, какое серое небо Неприглядный берег И моросит противный дождь И иногда дождя нет Но тогда ветер А мне хочется все-таки Снимать вам видео на натуре Как я говорю Чтобы озвучка происходила на натуре Так интереснее, по-моему Поэтому долго ждала хорошей погоды У моря погоды хорошей не дождалась Поэтому я как могу Вношу какой-то позитив для вас В свое видео Вот показала вам кошатика Наверное, вы помните этого кошатика? Он уже наш давний знакомый Очень красивый кот Надеюсь, вам понравилось Мое коротенькое видео Про этого котейку Сегодня с вами никуда не тороплюсь, друзья И если кто-то желает со мной Продолжать мои прогулки по побережью Присоединяйтесь Давайте с удовольствием Расскажу вам про какие-то интересные вещи Которые произошли в Англии Может быть, еще расскажу вам Об английских каких-то нюансах Английской жизни Об англичанах Ну, а если кому не нравится То я, как говорится Никого на своем канале не держу Сейчас у меня такое впечатление Что все замерло Замерло в ожидании Окончание этого ужасного периода Коронавируса Опять Приходится говорить об этом Здесь, в Англии Дела обстоят не очень хорошо Сегодня слушала опять Новости английские Сказали, что Катастрофик Катастрофическое положение Здесь, в госпиталях В английских Практически уже Свободные места на исходе Люди продолжают болеть Ну, еще раз повторять все это Я не буду Единственное, что Хочу сказать Что Сейчас уже склоняются К тому Что Каждый второй Переболеет Этим коронавирусом Так или иначе И что Погибнут Слабые люди Которые уже пожилые С какими-то Хроническими Заболеваниями Вот Все эти люди Погибнут Это, конечно Очень неприятная История Ну, вот Такие прогнозы Последнее Последнее Время Нам Дают Практически Все Ученые По всему Миру А я Гуляю Здесь По Такому Интересному Побережью Это Побережье Преори Бэй Называется Здесь Такой берег Дикий Никаких Обычно Здесь у них Таких Прогулочных Набережных Как у нас В России Очень Мало И Пляжи Тоже Они Предпочитают Дикие Ну, вот Так вот Они живут Англичане Они Отличаются От нас Многим И в частности Вот этим Что еще Англичане Сейчас уже За 10 дней До Рождества Начинают Друг друга Поздравлять Обычно У них Происходят Всякие Вечеринки Встречи Когда не было Ковида То Они встречались Это клубы По интересам Организовывают Встречи Какие-то Кружки Куда Ходят Многие Англичане Они здесь В общем Вот такие Вот у них Вечеринки Я показывала Вам В прошлом году Сейчас Вам В правом Верхнем углу Как обычно Посмотрите Всплывет Мое видео Об этом Как происходит Здесь Вот эти Вот Предновогодние Вечеринки Обязательно Наверное Наверное Две Или Три Вечеринки У каждой Пары Английской Они Бывают Всегда В их Дневнике Напоминаний Конечно Конечно Вот И у нас С мужем Тоже Так как У него Было Много Здесь Друзей Знакомых У нас Было Таких Вечеринок Много Самое Главное Это Пробосклуб На Вечеринке Мы Были Сейчас Опять Вам Всплывет В правом Верхнем Углу Мое Виде О Вечеринке В Пробосклубе Как у них Это происходит Потом Обычно Бывают Вечеринки До Семейного Застолья Где-то С Друзьями А может быть Где-то Еще В ресторане Вот они Так вот Себя Немножечко Развлекают Я имею Ввиду Опять Друзья Вот Возраст Пенсионный То О чем Я могу Вам Знанием Дела Как говорится Обычно На таких Вечеринках У них Самое Распространенное Явление Вот Какие-то Подарки Если Допустим У нас Бывают У друзей То У них Это Обычные Хлопушки Большие Хлопушки Малые Средние Хлопушки Они Не Заморачиваются С поиском Каких-то Серьезных Подарков А просто Вот Такие Хлопушки Раздают Каждому Там Какие-то Малюсенькие Сюрпризики Чаще Всего Даже Вы знаете Вот эти Короны На голову Такие Из Сжатой Бумаги Разноцветной Которые Они Потом Радостно За столом Надевают И сидят В этих Коронах Новогодних Рождественских У них Бывают Конечно Еще Такие Семейные Обеды Ну вернее Даже Это То что Самое Главное Считается Вот такой Обед Семейный Рождественский Никаких Новогодних Торжеств В 12 Часов Ночи У англичан Не происходит У них Обычно Просто Обед Или Вечерний Ужин Но Вечерний Ужин Чаще Всего Даже Не Дома А Он у них Происходит Тоже Где-то В ресторане В кафе Где-то На Какой-то Вечеринке С друзьями Дома У них Только Рождественский Обед С Индейкой И На этом Рождественском Обеде Обычно Встречается Вся Семья Приезжают Дети К своим С пожилым Родителям Обычно Все живут Отдельно И иногда Приезжают Родители К своим Детям Так же Как уж Они Там Договорятся На День На Два И вы знаете Еще Что интересно Может быть Для кого-то Будет Шоком Но Насколько Я знаю Когда Приезжают Дети Обычно Дети же Уже Взрослые В нашем Возрасте Родителям Где-то Уже За 60 То Детям Как вы Понимаете Уже Где-то Под 40 Поэтому Есть и Внуки Конечно И вот Приезжают Дети Внуки И что Вы думаете Чаще Всего Если Родители Живут В таком Небольшом Доме Даже В бангало Не говоря Уже О квартире Допустим Как у меня Если живут В квартире Как у меня Там даже Речи Нет О том Что они Останутся С ночевкой Даже Если В доме Живут Вот Например Как Бангало Было У моего Мужа То Эти Его Дети С внуками Когда Они Приезжали Они Заказывали Номер В гостинице И Жили В гостинице Одну Две Ночи Встречались Они Приезжали Днем К нам Вместе Обедали Вместе Мы Куда То Выезжали Вот У них Вот Как Рассказываю Как Происходит Значит Семья Если Приезжает В гости Для Нас Например Это Просто Никогда Никогда Никто Никто Не Понял Как Это Так К вам Приехали Издалека Ваши Дети И Внуки А вы Их Отправили В отель Это Сплошь И Рядом То есть Понимаете Жизнь Абсолютно Другая Останавливаюсь И Показываю Вам Живописные Коряги Которых Здесь Видите Тоже Довольно Много Именно На этом Побережье В Бембридже И Вот Даже Вот Эти Вот Сейчас Корни От Коряк Многие Любители Ходят И Здесь Ищут И Из них Делают Какие-то Интересные Такие Фигуры Вазы Поделки Наверное Слышали Тоже Сегодня Такой У нас Дождик Видите Друзья Я Я Немножко Погуляла С вами Конечно Но Меня Дождь Загнала Обратно Очень Жаль Очень Очень Жаль Ну Давайте Мы С вами Немножко Проедемся И Посмотрим Как Готовится Англия К Рождеству Сегодня У нас Понедельник 14 Декабря Плюс 17 Градусов Ну Обычно Здесь Погода В декабре Теплая Довольно Тепло Это Наверное Бывает 10-15 Градусов Вот такая Средняя Погода Именно В декабре Здесь Самый Холодный Месяц Это Как ни странно Февраль И даже Иногда Попадает На Март Что В марте Падает Снег Показывала Вам Кто Желает В правом Верхнем Углу Сейчас Вам Выплывет Опять Видео Посмотрите Вообще В этом году Украшений Мало Если Может быть Видно Вам Немножко Здесь Это Вот Я в центр Выехала Центр Город Бембридж Ну Вот Немного Из окон Только Видны Какие-то Украшения Вот На Деревьях Ну Сейчас У нас Еще Только Три часа Вот Красиво Деревья Украшены Видите Так Вот Только Три часа Дня Хотя Темнеет Здесь У нас Уже В пять Часов Темно Начинает Темнеть С пол Четвертого Потому Что Разница Здесь Сейчас Английское Время Лондонская И Московская Ровно Три часа Летом Здесь Два часа Разница По времени А зимой Три Потому что В октябре Каждый год Здесь Меняют Время Как у нас Было раньше Но потом У нас Эту Больше Не стали Делать Вещь А в Англии Продолжают Менять Из года В год Время Зимнее Летнее Я не знаю Хорошо ли это Но мне Не нравится У меня Иногда Даже Некоторые Часы Настенные Они Так и Долго Еще остаются По старому Времени Работать Ну Приходится Потом Конечно Все равно Менять Ну Вот так Так Здесь Мы с вами По этой дороге Мы с вами Еще не ездили Давайте Посмотрим Дорога Красивая Сейчас Мы будем Проезжать С правой стороны Будет Пролив Такой Красивый Обычно Здесь Много Гуляющих В проливе Много Парусников Лодок Сейчас Это все Совершенно Не так Мы Сейчас Все В ожидании Каких-то Хороших Времен Которые Надеюсь Наступят Как можно Скорее Вот Здесь У нас Посмотрите Справа Повернуть Вам что ли Нет Не получится Сейчас Может быть На повороте Вы увидите Справа Вот это Марина Вот так Называемая Здесь Это Харбор Тоже По-английски Называется Причал Такой Где Причаливают Лодки Так вот Друзья Никаких Особенно Украшений Ни сегодня В этом году Здесь У нас Не видно Странным Образом Казалось бы Наоборот Люди Должны Сейчас Себя Радовать Хотя Хотя Этим Я Например Ёлку Уже Давным-давно Украсила Новогоднюю Чтобы Как-то Себя Порадовать Ёлочку Свою Я уже Украсила Вот Такая У меня В этом году Ёлочка Ну Она Совсем Немножко Отличается От той Которую Я украшала На Прошлый Новый Год Совсем Совсем Немножко Другие Декорации Но В основном Как вы Видите Все То же Самое Декабрист Мой В этом Году Что-то Не очень Сильно Расцвел Расцвел Конечно Но Обычно Он светет Очень Сильно Ну И Как обычно Мои Небольшие Вот такие Вот Украшения Для дома Рождественские Я Что-то Не могу Сказать Что в этом Году У меня Настроение Как в Прошлом Делать Что-то Грандиозное Ну Конечно Украсила Я Свой Камин Немного Но Совсем Не так Как в Прошлом Году Вы Знаете Еще Что Уже Начинают Поздравлять Вот Обычно Где-то С Десятых Чисел Приходят Поздравительные Открытки С Рождеством Друг Друг Англичане Очень Любят Поздравлять Открытками Подарки У них Дарить Не Принято Подарки Дарят Под елку Только Детям Или Родителям Ну В общем Семья Друг Другу Дарит Подарки Больше Вот так Вот дарить Подарки У них Не Принято Как говорится Понимаете В этом плане Открыточка И все Не Заморачиваются Они Даже Открытки Открытки Такие Стандартные У них Уже Внутри Надписи Happy New Year Merry Christmas И значит Просто пишут To Галина Допустим From Мартин Внизу И все И вот Это Посредине Надпись Для всех Одна Стандартная Которая Уже Написана На Открытки Никаких Каких-то Приватных Пожеланий Вам Не Напишут Мне Не Нравится Такое Ну Вот У них Здесь Так Это Вот Синий Автобус Вы Видите Развозит Детей Из Школ Сейчас Уже Три часа Как я сказала Как раз Время Дети Возвращаются Из школы Школы Здесь Продолжают Еще Работать Открытые Школы Несмотря На То Что Лагда Понедельник 14 Декабря 2020 Года Настоящие Спелые Яблоки На Дереве Вы Знаете Обычно Такие Вещи Не Могу Вам Не Показывать Говорят Природа Лучше Всего Украсит Естественно Все Эти Деревья Ну Великолепие Правда Же Деревья 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Эту песню соединили с моими отношениями с Мартиным И почему-то решили, что мы расстались И я вот такая несчастная горемыка Теперь пою эту песню Но вот опять Уж не знаю, как тут вам сказать Тех, кто, может быть, ждет Что я расстанусь с Мартиным Что я останусь одна несчастная Как говорится, не дождетесь Но все-таки я вижу, что большинство Моих любимых зрителей Моих постоянных зрителей Моих подписчиков давних Кто на моем канале давным-давно Я делаю свои видео именно для вас И поэтому я думаю, что мы с вами На одной волне Мы с вами понимаем О чем речь Уже немного даже в курсе Вы всех моих дел И всех моих событий Просто я хочу сказать, что Иногда у каждого человека Бывают какие-то такие грустные моменты в жизни Бывает лирическое настроение Даже бывает какая-то ностальгия вдруг Ну, вы это и сами все знаете Поэтому вот у меня Так как-то вдруг взгрустнулось И эта песня, она сама полилась Тем более хочу сказать Что я петь очень люблю Ну, я, конечно, иной раз Даже стыдно сказать Путаю ноты И вообще не попадаю в ноты Но тем не менее Я петь обожаю Пою с детства И дальше буду петь Пока у меня на это хватает Желания И сил И голоса Как говорится Вот Поэтому эта песня Она ничего не значит Абсолютно Просто Вот так вот Как живется Так поется Душа поет Хочу сказать Не всегда веселые песни Я вообще-то люблю Больше грустные Лирические песни Вот в конце этого видео Я тоже вам немножечко Чуть-чуть спою Я уже не хочу Здесь напрягать Тех, кому не нравится Слушать это все Ну вот Оставлю свою песню В конце видео Кто хочет, тот послушает Я хочу, чтоб это был сон Но по-моему я не сплю Я болею тобой Я живу тобой Жаль, но я тебя люблю Жаль, но я тебя люблю О-о-о-о-о-о-о-о-о-о